Доброе утро, давайте продолжать наши игры. Итак, какие-нибудь вопросы по прошлому занятию? Так, славно вопросов нет, это значит ничего не поняли. Хорошо, ну что же делать, пройдем дальше. Я вам предложил таким самым, упертым, да, попробовать разобраться с нейрональной схемкой шагающей машины, шамы. Так, как составить нейронную сеть, чтобы следить за сгибанием ноги обязательно следовало разгибания? А следить за разгибанием – сгибание? Ну что, кто-нибудь поиграл в эту игру? Ага, ага, понятно. Купаться более клевое занятие, чем работать ножками. Хорошо, ну давайте, поскольку задание было, давайте посмотрим, как проблема решается. Во-первых, с чего она начинается, каждая нейронная сеть? Если надо, вот так, рецепторы, скажем так. Конечно, с источника сигнала. Нормальным источником сигнала в нейронной системе являются рецепторы. Так? Итак, с как можно себе представить нейронную сеть, обеспечивающую шагательное действие? Ну вот давайте речим круглый сустав колен. Учтите, что эта схема крайне упрощенная. Ну, как почти все схемы, которыми разгораем. Так? И две мышцы ставим на эту суток. Давайте мышцы другими цветами возьмем. Назовем их правая и левая мышцы. Потому что для нас не важно, что из них является сгибателем и что сгибателем. Важно, что если сокращается эта мышца, вот там тело, а вот здесь продолжение ноги. Так? Значит, здесь сокращается эта мышца. В какую сторону сгибается? Сгибателем. Вот так. Если эта мышца расслабляется, а сокращается это? Лево-лево. Ага. То есть мы как раз и будем иметь движение сгибания ноги к коленю, разгибания ноги к коленю. Так? Нейрончики, которые связаны непосредственно с мышцами, будут называться мотонейроны и обозначаться на схемах нейронных цепей значком буква Н в кружочке. Должен быть свой мотонейрон у правой мышцы? Да. Должен быть у левой? Да. Отлично. При этом нет на свете турмозных мотонейронов. Просто не бывает. Все мотонейроны только возбуждающего типа. А это значит, если мотонейрон активировался, по своей связи он может вызвать сокращение мышцы или расслабление? Сокращение. А что надо сделать, чтобы расслабить мышцы? Прекратить работу мотонейронов. Стормозить мотонейроны. Значит, здесь первое усложнение. Вот в данный момент, допустим, мышцы вашей ноги напряжены или расслаблены? Расслаблены. Или даже более такой выпуклый случай возьмем. Вы лежите на спине на удобной кровати. Так? Под головой у вас подушек, чтобы не напрягалась шея. Вот мускулатура вашего тела напряжена или расслаблена? Расслаблена. Расслаблена. Как по-вашему, полностью расслаблена или нет? Нет. Далеко не полностью. В чем дело? А дело в том, что нейроны обладают так называемой фоновой автономной активностью. Даже если на них не приходит никакого сигнала, так мотонейрон будет периодически посылать сигнал на сокращение своей мышцы. Зачем это надо? Сигналы на действие... Чтобы реакция была выше. Именно так. Такое состояние называется тонус мускулатуры. Частичное напряжение мускулатуры. И пока человек здоров, пока у него нет паралича или каких-то других неприятностей, вся ваша спилетная мускулатура сохраняет некоторую степень напряжения. Тонус. А вот если вы хотите совсем расслабить мышцы, что надо сделать с макнерами? А надо его совсем заплакировать. Чтобы он вообще не посылал сигналов, в этом случае мышца будет частично сокращена и полностью расслаблена. Полностью расслаблена. Так. Теперь давайте смотрим. При сгибании ноги. Так. Какое должно быть положение? Что надо сделать с мышцей-сгибателем? Сократить. То есть, послать возбуждающий сигнал. А с мышцей-сгибателем? Наоборот. Наоборот полностью заблокировать. Это понятно? Потому что, если вы пробуете согнуть ногу, разгибатель, который находится в состоянии тонуса, то вам легко или сложно сделать это движение? Сложно. Понятно? Лишний затрат энергии идут? Да. Совершенно бессмысленная лишняя затрата. Скорость реакции падает? Да. Да. Вы же приедете в движении и отбереваете сопротивление. Ну и всякие прочие неприятности. Поэтому общая проблема. Когда срабатывает сгибатель, разгибатель должен быть расслаблен. Когда срабатывает разгибатель, сгибатель надо расслаблен. Вопрос. Сколько в годах на каждый мод нейрон поставить? Один или два? Два. Понятно, что два. Один какой? На возобладе. Что? На вот этот мод нейрон. Этот мод нейрон конкретной мышцы. Какие в годы на него надо поставить? На сигнал, чтобы сгибать. И? Да. Чтобы я тоже на тормоз. Еще раз, Паша, отчетиваю. И на тормоз. Ага. Это значит, надо поставить на него возбуждающий синус и тормозный синус. Согласен? Угу. Хорошо. Но чтобы послать тормозный синус, нужна тормозная клетка? Да. Может ли обычный возбуждающий нейрон послать тормозный сигнал? Нет. Нет, он просто не синтезирует тормозного медиатора. Это понятно? Да. Хорошо. Узнаю, че это. Ну вот теперь можно играть в дом. Вы решили по идти. То есть где-то там вверху, в головном мозге, принято решение по идти. Так? Вот команда из верхнего отдела. Общий год. Так? Решение по идти осознанное или не осознанное? Осознанное. Осознанное. То есть это решение за пределом автомата. Так? Его задача просто включить автомат. Ага. Смотрим, какие события будут. Значит, вот возбуждающий нейрончик. Что он будет делать? Он будет возбуждать вот этот нервон. Но параллельно, что надо сделать? Если мы возбуждаем этот вот нейрон... Надо затормозить вот этот. Как достичь торможения второго нервона? Делаем отрепление. И на это отрепление сажаем какой нервон? Тормозный. Тормозный. Конечно. Секунду. А этот тормозный нервон к кому-то включаем? Каптерон. Тормозный нервон. Тормозный нервон. Вот так. Это на сторону с нервон. В результате по этому пути у нас что произошло? Одновременно с сокращением одной мышцы что произошло? Полное торможение другой мышцы. Все чудесно. Но если мы просто так оставим схему, что у нас произойдет? Нога просто согнется и никогда не разогнется. Либо надо отгнать второй сигнал, а это значит принимать решение о торможении. А ну-ка давайте догадайтесь. Вот теперь у вас вся информация есть, достаточно соображать. Обратите внимание, пока у нас здесь нет рецепторов. А мы сказали, что необходимая часть нейронной сети для того, чтобы она работала, это рецепторы. Так? Как поставить систему, чтобы вслед за сгибанием ноги пошло разгибание? Может рецепторы? Как не галдеть? Не галдеть, попробовать нарисовать у себя эти траги? Так. Ну как я понял, решение есть. Во всяком случае, варианты решения можно обсуждать. Так, славно, кто первый? Можешь сказать, рецепторы, я думаю, что он засекает мышцы полностью сержал в себе. О, отлично. Самая главная идея есть. Итак, какой тип рецептора будет воспринимать степень сокращения мускулатуры? Хеморецептор, механорецептор. А, конечно, механорецептор. Конкретный вариант, не обсуждаем сейчас, механорецепторов очень много разных. Но важно то, что есть группа механорецепторов, которая может реагировать на степень сжатия или растяжения. Ставим в мышцы такой рецепт. Так, давайте теперь... Значок, а? Да, вот. Не П, а Р. Риск. Можешь, умеется. Так. Только рецепторы стоят в стороне мышцы или в самую мышцу? В самую мышцу. В самую мышцу. Да, в основную стороне. Понятно. Понятно. Нет, это рецептор. Дальше. Он высылает, наоборот, сюда тормозосик. Как-то это сжалось уже слишком сильно. Да. А сюда? Сейчас. А потом уже. Вот сейчас. Вот так. Нужно два сбайка, чтобы уносить еще один рецепт. Так. А, да, нормально. Нормально. Даже идея пространственной суммации родилась. Дальше. То, что у вами один сигнал, два нет. Здесь еще один рецепт. Так. Да, который, когда эта мышца уже среагировала, он опять же пошел сюда. Томосик. Так. Да. Вот. А потом нужно теперь, куда сигнал надо? Сюда. Так. 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 Единственная вещь в классическом изображении, всю нейронную сеть стараются все-таки делать где-нибудь в одном месте. А вы размахали свою схему вокруг. Так не очень приметно. Но это уже мелкие детали, потому что на качественном уровне абсолютно верное решение. Какие-нибудь еще варианты есть? У нас такое же было. Такое же. Славно. Значит, во всяком случае, несколько человек из вас общие принципы составления нейронных сетей более или менее усвоили. Что очень радостно. Хорошо. Да, дополнительная такая информация. Если кто-нибудь уже заинтересовался или в дальнейшем, когда с поведением будем возиться, заинтересуется нейронными сетями. Вот схема регуляции действий. Кстати, вы чтите, это чисто отвлеченная информация или практически очень востребованная? Скажите, а роботы, крупные станки, крупные мобильные системы, которые на самом деле сейчас и занимаются производством, да? Ага. Как они программируются? А исходя как раз от этих схем. То есть, на самом деле, это необычайно востребованная область. Ну, потому что робототехника – это то, что будет в 21 веке развиваться со стороны сильно. Значит, ясно, что вот такого сорта схема – это даже не вчерашняя, а позавчерашняя. Но для того, чтобы разобраться с современным уровнем, надо, конечно, начинать с оборудованием. Так? Что я на теме рекомендую? Есть очень хорошая книжечка, как раз для вашего уровня «Продвинутые школьники». Так, автор ее – Михаил Борисович Беркинглит. Книжечка эта составлена как задачник с большими теоретическими буквами. Так? А автор задач – ваши ровесники. Михаил Борисович на одной из летних школ читал отдельный курс по нейронным сетям и в качестве задания. Давал ребятам задание составить нейронную сеть на такое-то действие, на такое-то действие. И произвольно потом вообще любые нейронные сети, которые вам покажутся интересными. Значит, это вот сборник таких задач. Интереснейшая штука. В принципе, интересная. Позволяет разобраться как следует с моделями работы нейронной системы. Так? Ну и вообще, в принципе, еще и тоже.